Представляю Вашему вниманию мое произведение под названием «Дайте возможность дышать». Глиняная лепка покрыта акриловыми красками и закреплена матовым акриловым лаком. Мазки черного выполнены древесным углем, его можно затереть, словно попытаться все исправить, но секунда, и все снова как прежде. Натуральный пепел финальный штрих. На картине изображен человек, который очень устал бороться, полон боли и стресса в своем желании дышать чистым воздухом. Рукой он тянется в надежде снять налипший слой гари. Пожалуйста, уделите немного Вашего времени, чтобы выслушать историю моей работы. Она создана моими эмоциями и собственным жизненным опытом. Создавая картину, я хотела обратить внимание на очевидную, но совсем неосознанную большинством людей проблему. Проблему загрязнения воздуха. Мы дышим каждый миг жизни и даже не задумываемся, что может быть иначе. Но задумывался ли кто-то, чем он дышит? Осознание пришло ко мне после того, как моя семья во благо маленького ребенка переехала из столицы пригород. Маленький поселок, расположенный в прекрасном живописном сосновом лесу. Вряд ли кто-то может представить, что в таком месте главной проблемой и вызовом станет борьба за чистый воздух. Я и подумать не могла, что наш ребенок не сможет выйти на улицу по причине того, что там невозможно дышать и придется жить в доме под очистителем воздуха. Бездумные действия людей, повторяющиеся изо дня в день, из месяца в месяц, дымовая завеса, многократные конфликты и угрозы. Та, вам не послышалось, угроза жизни за желание дышать чистым воздухом в лесу. Как бы странно это не звучало, но вот такая реальность, в которой создана эта работа. Не только моя семья оказалась заложниками в данной ситуации. Многие люди аналогично нам хотят дышать чистым воздухом. Увы, они боятся, терпят и молчат. Я и моя семья не молчим, наш путь в борьбе еще не закончен, чистый воздух обязательно будет. Нас уже слышат, но не все и не до конца. Люди, задумайтесь, поджигая что-либо, вы травите не только себя, но и окружающих людей, животный мир и планету в целом. Уделите пару минут своего времени и проявите интерес к статистике. Какие заболевания связаны с плохим качеством воздуха? И какое количество людей из-за этого ежегодно умирает? Неважно, в какой вы стране, нашим детям, внукам, правнукам, ни одним поколениям тут еще жить. Посмотрите на мир по-другому. Задайте себе вопрос, а что останется после вас? Поджигая что-либо, вы умышленно наносите вред себе и всему, что вас окружает. Просто задумайтесь. Хотя бы мысль общества об этом – это уже успех. Спасибо за ваше уделенное время. Заранее благодарю вас за поддержку. Если я удостоюсь приза, средства пойдут на приобретение и установку датчиков качества воздуха. Отдав свой голос в моей работе, вы не только поддержите меня как автора-создателя произведения и искусства, но и поможете мне реализовать задуманное, сделает мир вокруг меня чуточку лучше. Думайте о людях. Думайте о природе. Думайте о людях, которые живут с проблемами дыхания после пандемии и ковид. Думайте о будущих поколениях и действуйте. Не молчите. Дышите чистым и здоровым воздухом. Будьте здоровы и пусть окружающая среда процветает в вашей повседневной жизни. Думайте о людях. Думайте о людях. Думайте о людях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok